Он не может держаться из-за университета. Это одно и то же. Мы говорим река, но это не имя существительное, это движение. Человек, кто мы? Осознание. Это движение. Это бесконечное движение. Это бесконечная череда восприятий. Кто воспринимающий? Что есть воспринимающие? Что есть действие? Вот просто начинайте задуматься над этим хотя бы. Опять же, я никому не навязываю, не надо мне верить. Просто из своего опыта. Начинайте его постигать. Для некоторых, особенно духовных, продвинутых, они застревают. Им надо видеть видящего. Потому что начитались, наслушались. Знания очень много ведут в этот аспект познания. И вот что-то картинка как-то не сходится. Но приходит понимание. Приходит понимание и радости, и любви, и счастья. Когда все это понимание, оно все как-то в одну целую. Вот пазл пазлами, и картиночка там выходит. Помимо того, что пазлы сошлись. Они по-разному могут сходиться, а какая-то неудовлетворенность все равно будет существовать. Почему все это происходит? Мы в комплексе все не видим. Мы в комплексе все не видим. Мы вот так прислонились к этим пикселям, к этой картине, и не видим все картинки, которые Бог нам рисует. Нам сложно отойти назад. Нам сложно присмотреться, увидеть, почувствовать. Вот сердцем почувствовать. Это реально сердце почувствовать. И тогда, знаете, вот картина мироздания все появляется. Тогда нету Бога карающего. Я очень долго не мог Коран читать. Потому что там для меня Аллах интерпретировался как, знаете, что-то такое сложное, карающее, еще что-то. Мне легко как бы все Евангелия прошли, в том числе гностические, которые не вошли в это. И Тору перечитал как бы, и Бхагавадгиту раза 3-4 перечитал. Изначально не мог понять, почему Кришна воюет на стороне Арджуны. Хотя как бы он Богу не должен воевать. А там перед боем самым как бы объяснял, что война, вот она внутри. Война всегда внутри нас самих идет. И вот когда я Коран начал читать, как усилим сложно было. А потом я просто понял, ну Бог есть любовь. Я вместо Аллаха поставил слово «любовь». И знаете, оно очень легко проглотилось, каком бы ни было, прочиталось очень легко. Воспринималось очень легко. И он начал смотреть интерпретации другого свойства. Это не был побег. От чего-то туда-сюда. И я начал видеть, что везде. Очень много мест, где Аллах пишет, что прежде чем вас покарать на суде Божьем, моя любовь будет выше от этим. Он везде любит, он всегда об этом говорит. Но тот, кто идет из страданий, тот побег превратил, этот духовный поиск, тот всегда будет подтверждение находить в Аллахе карающем. Там Бог карающим. Особенно в раннем христианстве буквалистов началось. Потом пришел такой Августин после императора Константина, который канонезировал. И такой очень интересный бизнес-план провел, что человечество, оно бесконечно в грехе. Вечную греховность человечества придумали. И тогда вот надо было, эта цепочка опять же через священников, через того, через всего, нужно Богу идти. А гностика в это время начали уничтожать. На костры сжигать, на костра сжигать, еще что-то. Так вот, то же самое ранее суфисты и гностики, это все через любовь, через чувства, через ощущения. Очень жалко, что не канонизируют Евангелие от Фомы. Во-первых, потому что ее только в 43-м году, по-моему, или в 45-м, обнаружили ее на Хамаде в пустыне. А там, вот, вносительское Евангелие от Фомы, оно очень интересное, очень интересное. Потому что там Иисус говорит, что Бог везде. Поднимите камень и обнаружите меня. Разробите дерево, обнаружите там меня. Ох, он везде, он везде. А вот в канонизированных, Марк, Лука, Иоанн, он везде, какой, знаете, вот надо везти, надо везти. Бог где-то там. Бог, Иисус, Бог, Сын Божий. Хотя у Марка, в том же самом канонизированном Евангелии, в том же самом противоречии есть. Иисус говорил у Марка, что Бог есть Сын человеческий. Он говорил. Так вот, очень много противоречий, когда мы знание буквально, когда мы становимся буквалистами. И, к сожалению, мы буквалистами становимся в тех знаниях, которые нам вот предают, вот внешний мир нам дают, какие-то духовные учителя, еще что-то. Мы вот буквально-буквально все, вот через призму своего, как бы ума, своих знаний, все-все пропускаем. И поэтому само видение, вот это чувствование, оно исчезает. И все время, все время верить приходится, все время верить. А вера – это отношение, опять расстояние. Так вот, знаете, вот в этом ощущении, в этом состоянии, оно убирается. Ты боль каждого человека видишь, видишь счастье, видишь природу. Че, как, что? Изначально видишь суть. Потому что первоначально мысль «я есть» – это психически объективизированная живая система. «Я есть», просто «я есть» – само осознание. Мы себя чувствуем. Следующая мысль, которая наслаивается на эту мысль «я есть то», «я есть это» – создает чувство деятеля. То самый материал, с которым начинает работать бесконечная психология. Создаются психологи. Будь то гештатерапия, даже терапия смысла, академическая психология, акциональная психология, коммунистическая, Абрахам Маслова. Вот эти психологии вся работают с мыслью «я есть то», «я есть это». Все, действие пошло. И из этого действия мы опять забываем свою суть. Изначально мысль «я есть» – и к этому нечего добавить. Любое знание, опять же, будет интерпретировать, любое следующее слово, учение или еще что-то через призму первоначально принятой, признанной, поверенной догмой. Поэтому очень сложно, очень сложно нам чувствовать себя сердцем. Очень сложно чувствовать, определить себя, вот эту изначальную мысль «я есть». Для начала, для многих, она будет казаться холодной. Что мне это даст? Вот каждый из вас, уберите все знания о себе. Вот все знания уберите о себе. Нету пола, нету прошлых лет жизни, нету знаний в себе. Нету ничего. Вообще нет никаких знаний, нет никаких убеждений. Но остается осознание. Есть осознание. Что это такое? Что это за штука? Вот просто, опять же, в уединении, в тишине. Останьтесь и послушайте самого себя, вот из этого пространства, из этой пустоты. Кто есть «я» без своих мыслей, без состояния времени? Время создает некую историческую хронологию для того, чтобы нормы моральной, нормативы нравственности, этики, оно возникло. Вне времени, вне времени, нету ничего, нету ничего. Есть осознание. Так что это за осознание? Задавайте эти вопросы. Интерпретация всего виденного вами будет по-другому восприниматься, ощущаться. Опять же, я вот не даю практики. Опять же, если вот практически семинар привожу, то просто для того, чтобы встретиться с людьми, пообщаться, там у меня 6 часов будет этот семинар длиться, там будет 3 практики. Опять же, те, кто вот за чем-то идет, для чего-то идет, для какого-то результата, для ожидания. Вот у таких людей, вот эти парапсихические способности не возникает. Почему? Для чего-то. Это всегда возникает из состояния своей неудовлетворенности. Состояние неудовлетворенности порождает вот эту парадигму «я есть какой-то». «Я есть какой-то», «я есть деятель», это создает время, расстояние, а это всегда мешает. Именно поэтому экстрасенсы вводят в себя вот измененное состояние создания, когда нет кого-то, есть только восприятие, одно восприятие осталось. Мы очень много и плотненько об этом поговорим, я как раз об этой квантовой физике поговорю, неврологии, буду как бы объяснять систему вот этой сферы асаджиоли, наша работа бессознательного, каким образом она работает. То есть, ну, я думаю, что это интересно будет. Но тот, кто придет за результатом, в ожидание попадет, у такого человека, как правило, парапсихические способности не возникают. Опять же, для чего вы живете? Для результата чего-то? Или сама жизнь вас вдохновляет? Мы песню поем для того, чтобы до последней ноты добраться. Само пение нас вдохновляет. Значит, знаете, постигать. Вот из этих простых истин, иногда нам очень многое надо прослушать, очень много времени нужно для того, чтобы понять очевидность простых истин. Для чего мы вот появились? Для чего мы здесь? Если мы результаты цельные, если мы создаем что-то, какую-то динамику действий для чего-то, для что-то, всегда возникнут какие-то нормативы, всегда возникнут какие-то лидеры правил поведения, всегда возникнет время. Но вы, если из настоящего момента взаимодействуете со временем, с миром, со всем остальным, тогда, знаете, вы гениальны сами, вы талантливы сами. Чем бы вы ни занимались, вы становитесь талантливыми. Вот этот талант он выдает, вот сама жизнь выдает вас в эти способности. Вот это само слово «нравится» становится для вас важным в вашей жизни. Мне нравится. Мне нравится. Субтитры подогнал «Симон»